МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соседовали с главным государственным санитарным врачом города Ириной Игнатьевой. Ирина Александровна, первая тема, с которой хотел бы начать, это вода на протяжке. Как известно, два официальных места купания с 1 июля были закрыты. Сейчас, к счастью, с 15 июля протяжка открыта. Боровой, как я понимаю, по-прежнему остается закрытым. Там лучше не купаться. Расскажите, пожалуйста, что вы там обнаружили? Да, совершенно правильно вы все констатируете. У нас идет раз в две недели отбор проб воды из официальных мест, и неофициальных, кстати, тоже мест купания, для того, чтобы профилактировать возможные заболевания. До сегодняшнего дня протяжка была не рекомендована для купания, потому что там было высокое общее микробное загрязнение воды. Есть законодательство, которое определяет этот уровень, свыше которого купаться не рекомендуется. Учитывая, что купаются в основном дети, а они часто при купании воду заглатывают, то показатель именно такой. Патогенной, то есть близнетворных микробов, мы там не находили. Ничего опасного и серьезного не было. Но, тем не менее, закон есть закон. На продубровое ситуация продолжает оставаться не очень благополучной. Вода немного за это время очистилась. Вода у нас в водоемах всегда очищается путем самоочищения за какие-то периоды. Но, тем не менее, пока мы еще продолжаем не рекомендуем все еще там купаться. Если мы находим там что-то близнетворное, когда может возникнуть какое-то конкретное заболевание, массовое, мы кроме этих запретов обязаны через средства массовой информации, через наш сайт, всеми доступными способами, через руководителей, ответственных руководителей городских служб, эту информацию довести. Сейчас у нас пока, к счастью, таковой нет. Мы просто не рекомендуем боровое. И все несанкционированные наши места для купания, неофициальные, будем так говорить. Хотя люди, я знаю, купаются у нас и в Филипповских озерах, знаю, что купаются в Балыковском пруду. И даже эти места готовятся как места отдыха, но не как места купания. Что значит, они не подготовлены как места купания? Значит, там не очищено дно, не соответствуют качеству воды, требованиям в воде, предъявляемом именно к рекреационным зонам, к зонам купания. И сама система этих водоемов, их возможность к самоочищению, не позволяет нам гарантировать, что вода там будет хоть в какой-то период лето благополучная, благоприятная. И действительно, анализы это показывают. У нас вот за весь период этого купального сезона 2019 года во всех перечисленных вот мною прудах вода хорошая не была. Ирина Александровна, чтобы закончить тему с водой, сейчас лето, я надеюсь, скоро будет жарко, и наши родники начнут пользоваться особенной популярностью. Вы наверняка отслеживаете качество воды, и там можно спокойно набирать воду и пить, или лучше этого не делать? Родники у нас всегда под контролем, и мы считаем, что с учетом того, что наши родники освещены, и люди религиозно настроенные используют ее не только для питьевых целей, кстати, и для других целей, и много есть желающих пить. И я сама тоже очень люблю родниковую воду. У нас очень большой объем воды, родниковой воды, идет в городе для питья, поэтому мы ее отслеживаем постоянно. В течение всего календарного года. Могу сказать, за многие последние десятилетия вода не является водой питьевого качества у нас фактически только в период паводка. Когда к родниковой воде присоединяется вода талая, несущая с собой грязь с поверхностных территорий, или когда затапливаются родники, что бывает тоже крайне редко, но бывает. В остальных случаях у нас еще ни разу не было плохой воды ни из одного родника. Но все же, везде, если мы будем читать литературу, если мы будем пользоваться мнением специалистов наших и зарубежных, везде написано, что родниковую воду пить без кипячения нельзя. О чем идет речь? Несмотря на то, что мы ее контролируем, мы не можем гарантировать, что когда-нибудь в эту воду, в эти водоносные слои, не попадет вода загрязненная. То есть чисто теоретически она может быть загрязнена в любой момент. Но практически, слава богу, я говорю уже, сколько я работаю, еще ни разу наша вода родниковая не была плохого качества. Ирина Александровна, в конце прошлой недели Нижегородское информагентство распространили новость о том, что в регионе зафиксировано 4 случая заболевания клещевым энцефалитом. Признаться, новость пугающая, потому что вроде бы, как для нашей области, это не характерно было, по крайней мере. Да. Клещевой энцефалит в нашей области появился не в этом году. Уже на протяжении последних лет клещевой энцефалит регистрируется у людей. Я уже не говорю о том, что на протяжении более десятка лет зараженность вирусом клещевого энцефалита регистрируется у клещей. Этот процесс тоже такой предсказуемый совершенно. Ареал распространения зараженных клещей идет к нам из северных областей, из Кировской области в основном. И сейчас фактически на сегодняшний день уже половина Нижегородской области, весь ее север, фактически половина области уже имеет в природе ареал эксодовых клещей, которые являются носителями клещевого вирусного энцефалита. Даже если человека кусает клещ, зараженный вирусным энцефалитом, не все люди заболевают. Это хорошая новость. Но настороженность у нас уже у всех есть. И мы видим, что эти четыре случая клещевого вирусного энцефалита как раз говорят о том, что уже появились свои доморощенные случаи. При этом, если мы будем говорить о ближайших районах, то кроме северных наших регионов области, я бы еще обратила внимание всех на Вознесенский район. Исследования клещей показывают, что заражены вирусом и клещи Вознесенского района. А у нас там многих дачи, в деревнях родители и так далее. И исследования по территории нашего города показывают периодически то отсутствие, то есть не попались нам на исследование, значит, клещи, которые заражены, иногда попадаются до 1%. Это, конечно, мало, но это говорит просто о том, что распространение этого вируса к югу продолжает планомерно идти. То есть это процесс, который со временем накроет всю область, в том числе и южный район и наш город. Со временем, конечно, накроют. Это обычный нормальный процесс, так развиваются все биопроцессы в природе. Все равно, конечно, нам никогда не сравнится с уровнем заболеваемости в Сибири, и слава богу, но тем не менее и у нас уже есть. И вот эти четыре случаи, мне хотелось бы о них поговорить, потому что я вот институт уже давно закончила, я уже даже забыла об этом. И этот случай позволил мне еще раз обратиться к теме, вспомнить, ведь заражение клещевым вирусным энцефалитом происходит не только при укусе зараженным клещом, а может возникать и при употреблении молока животных, которые больны клещевым вирусным энцефалитом. Это чаще всего овцы, козы, коровы, буйволы в некоторых областях, где молоко от буйволов пьют. Кстати, не только молоко, но и продукты, которые делают из этого молока в сыром виде. Если идет употребление этого молока, то заражение происходит, так называемым, пищевым элементарным путем, и инкубационный период короче, и заражение может проявляться более ярко, и более тяжелое течение будет. А козы, вот в данном случае у нас был один случай в Нижегородской области, когда заболели о употреблении козьего молока. Козы болеют клещевым вирусным энцефалитом не как люди. У них очень часто клиника бывает стертая. После заболевания они могут не приобретать пожизненный иммунитет, и при этом заражаться еще в следующий период, и в течение жизни они могут несколько раз переболевать. Иногда это настолько стертые формы, что даже не замечает хозяин. Видят, что немножко более вялая коза, что вроде бы удой чуть-чуть поменьше, но и не более того. Продолжают это молоко употреблять, распространять его, и детям. Вы же знаете, что козье молоко очень питательное, его многие считают целебным, дают его ослабленным детям. И об этом, конечно, нужно помнить. То есть употребление сырого молока сейчас у нас в области недопустимо еще и в целях профилактики, как ни странно, клещевого вирусного энцефалита. А, кстати, вот у нас в городе стоят бидоны, где торгуют таким молоком. Вы их как-то проверяете, или это стихийная торговля? Нет, это торговля не стихийная, но у нас распределены функции таким образом, что это подлежит не санитарно-эпидемиологическому надзору, а ветеринарно-санитарному. То есть это специалисты нашего ветсанэкспертиза, станции по борьбе с болезнями животных. Вот это их прерогатива. Они смотрят, потому что они отслеживают здоровье животных и, соответственно, выдают справки на торговлю таким молоком. То есть так или иначе оно сертифицированное? Ну, это не совсем процесс сертификации, тем более он меняется, но проверенный, будем так говорить. Но опять же, вот мы с вами говорим, на самом деле, ни клещевой энцефалит, ни, слава тебе, господи, ни гидрофобии в нашем городе ни разу не регистрировалось. Поэтому, может быть, давайте с вами перекинемся на инфекции, которые часто и много бывают, и которые тоже тяжело протекают. Вот я, например, предлагаю поговорить о ГЛПС. Оно, к сожалению, у нас в этом году опять растет. ГЛПС — это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, или, как ее у нас в городе принято называть, мышиная лихорадка. Это заболевание, которое сначала протекает гриппоподобно, но вызывает очень тяжелые геморрагические осложнения, в первую очередь осложнения на почке. И вы знаете, у нас в городе даже был случай смертельного исхода от ГЛПС. И такое у нас бывало на моей памяти. Поэтому ГЛПС — это тяжелое заболевание. Последняя вспышка, большая, крупная, у нас наблюдалась в 2015 году. Мы прогремели с этой вспышкой не только на всю Российскую Федерацию, но и на весь мир. Я читала о нашей вспышке в переведенных журналах иностранных. То есть это такая вспышка, на которой изучали и брали примеры, и учились специалисты многих стран даже мира. После этого была проведена огромная работа с самыми разными службами, с нашим тоже участием. И она дала свои плоды. Мы в течение последних трех лет, 16-17-18 год, наблюдали резкое снижение заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. А в этом году опять пошел рост. Но, кстати, он был предсказуемый, потому что увеличилось количество мышей. Грызунов, переносчиков. Среди этих мышей увеличилась доля рыжей полевки. Рыжая полевка — это вид грызуна, который наиболее часто является носителем вируса ГЛПС. И, опять же, ослабла, на мой взгляд, настороженность людей. То есть все уже привыкли, все уже знают, что профилактировать надо. Некоторые почему-то думают, что их это никогда не коснется. Я хочу в связи с этим напомнить две вещи наиболее важные, которые уже доказаны научно, и которые важны нам всем для понимания, всем живущим в городе Сарой. Первое, что мы живем в активном очаге. Вот это как раз вот точный эндемический очаг, природный, который здесь существовал, существует и будет существовать, пока существует природа в том виде, в каком она есть сейчас в нашем городе. С лесами, опушками, врагами и так далее. Второе, самое главное, что передается гемеррагическая лихорадка с почным синдромом чаще всего, в 90% случаев, воздушно-пылевым путем. То есть эти вирусы мы вдыхаем через органы дыхания. Следовательно, все наши работы, где могут быть грызуны, должны проводиться с защитой наших органов дыхания. Либо нужно как-то прибивать пыль, чтобы эти частички с пылью не поднимались, и мы их не вдыхали. Либо закрывать органы дыхания каким-то образом. Либо просто ограничивать работы, пылящие работы ограничивать, проводить их иным способом. Это бывает и при разборе валежника, это бывает и при уборках весенних-осенних, при очистках наших гаражей, где тоже всегда бывают грызуны и забегают. И самое неприятное, что в этом году мы видим заражение не только в черте города, но и в областях, раньше свободных от ГЛПС. Мы видим, что есть случаи заражения в наших садоводческих участках в Нижегородской области. Это, прежде всего, садоводческое товарищество «Заря» в районе Аламасова. У нас там раньше не было геморрагической лихорадки. Это и в черте города те районы, которые тоже раньше были не сильно подвержены. Это Балыково и садоводческое товарищество «Союз». И даже в домашних условиях, то есть в дома забегают грызуны, которые тоже... Раньше все-таки это был больше район промышленной зоны, а сейчас мы видим, что, во-первых, грызуны распространяются более широко, а во-вторых, растет их зараженность. Это также, как мы с вами говорили про заражение клещей. То есть те грызуны, которые были свободны от вируса, сейчас от соседних районов заражаются и переносят, этот ареал несколько увеличивается. Поэтому сейчас мы имеем подъем заболеваемости. Инкубационный период составляет примерно 20-30 дней тех, что заразились в начале лета. И следующий этап наибольшей миграции грызунов будет осенью, когда они пойдут в жилище. Вот хочу лишний раз предупредить. Такая сезонность. Сезонность. Пожалуйста. Защита органов дыхания. И даже по работам видно, что чаще всего болеет работоспособное население, те, кто на этих работах завязан. Чаще всего мужчины. 80% это мужское население болеет, женщины реже, дети еще реже, поскольку их редко привлекают к таким видам работ. Грызунов, я думаю, совсем никто в руки не берет. Это можно оставить. Хотя в мире, где ГЛПС меньше распространена, там именно такие случаи заражения идут. Люди пытаются еще и в руки грызунов взять на природе, их посмотреть внимательно. Особенно тех, кто умерли. Некоторые есть желающие поизучать природу на трупах животных. Заодно и познакомятся с сюрпризами. В виде ГЛПС. Да, к сожалению, да. Давайте перейдем к последней теме, которую я бы хотел обсудить. Это тоже заболевание, которое казалось исчезнувшим, но вновь подняло голову. Это корь. Я не знаю, применим ли термин эпидемия, но ситуация была очень тревожная. Даже, насколько я знаю, сейчас ни в одну из нижегородских клиник человека не положат, если он не предъявит справку о том, что у него сделана прививка. Как бы вы могли оценить нынешнюю ситуацию? Удалось эту волну перебить или хотя бы сдержать в рамках? Ситуацию и волну пока перебить в целом по Российской Федерации не удалось, но принимаются такие беспрецедентные меры, конечно. Сейчас по всей Российской Федерации проводится на бесплатной основе так называемая подчищающая вакцинация против кори. людей с невыясненным диагнозом. Что такое невыясненный диагноз? Это если неизвестно, болел ли человек и делал ли он прививку. А такие, к сожалению, есть. Переехали из одной местности в другую, медицинскую карту потеряли. Болели они или нет, не помнят, мама не рассказала или забыла. Это называется невыясненный статус. Все такие лица считаются непривитыми. Для них два варианта. Либо они исследуют свою кровь и доказывают, что у них есть антитела к кори, либо прививаются. Не делая никаких исследований, можно это сделать, потому что я пошла по такому пути, я, например, привилась. Потому что лишняя прививка совершенно не вредит и не тратит наши деньги на лишние исследования. То есть можно даже повторное сделать, если ты в детстве был прививок. По национальному календарю прививок у нас прививка идет в год и шесть. Затем она идет у взрослого населения до 35 лет. И сейчас в связи с тем, что корь подняла голову во всех странах, а в первую очередь нас интересуют страны, куда ездят наши туристы. И как ни странно, это в первую очередь благополучная Европа. Там корь сейчас очень сильно подняла голову. Сверепствует и бушует. Да, и тоже по этой же причине. Ведь они в свое время, Европа была одной из первых, кто начал побеждать кори, у кого корь снизилась до минимальных цифр. И люди, видя, что кори нет, стали отказываться от прививок. Зачем от нее прививаться, если заболеваемости нет, заболеть негде. Но на самом деле осталось много регионов, где это заболевание есть. У нас распространены очень поездки людей. И не только туризм, это и деловые поездки, это и различные миграции, в том числе население. Это и беженцы. Тут много разных миграционных процессов, которые на это влияют. Я слышал, корь крайне заразное заболевание. Корь очень заразное заболевание. В то время, когда она была в нашем городе, я помню, что болели целыми подъездами. Наш эпидемиолог, Светлана Николаевна, рассказывала мне, что стоило одному человеку появиться в подъезде и пройтись по этому подъезду. И воздушной массой по подъезду проходила и очень многие заражались. До последнего этажа. До последнего этажа. Она очень контагиозная. Другое дело, что одни болеют более тяжело, другие менее тяжело. Но заразная она очень. И вот, возвращаясь к благополучной Европе, в связи с тем, что именно там стала уменьшаться, резко уменьшаться иммунная прослойка, то есть слой людей вакцинированных, там в первую очередь начались вспышки кори. И наши туристы первые начали привозить ее. Потом вторая волна пошла от беженцев с Украины. Там был высокий подъем. Еще несколько вспышек у нас было среди цыганского населения, которые не прививались, особенно в южных наших районах. Ну и вот так вот с меру по нитке. И в целом уровень стал неблагополучный в стране. Принято решение провести подчищающую вакцинацию. Сейчас принято, что провакцинированы должны быть все до 55 уже лет, а не до 35 лет. И всех, у кого не выяснен диагноз, значит, направляют на вакцинацию. Эта компания активно проводится, до октября будет проводиться и в нашем городе. И лишний раз, конечно, всем надо напомнить, что это важно, это опасно. Это в первую очередь нужно нам для того, чтобы мы потом, дети наши, вырастая и имея прививку, совершенно спокойно могли передвигаться и быть жителями мира, а не только нашего города и нашей страны, чтобы они спокойно, не боялись и ездили. Это элементарная защита. Конечно. И я думаю, что еще вот очень важно, сейчас все-таки летний период. Может быть, два слова мы скажем с вами о том, что в период летних отпусков, когда люди выезжают за рубеж, а я посмотрела у нас по статистике за 2018 год, основные направления это Турция, Таиланд, большое количество стран Европы и дальше уже идут юго-восточные, Арабские Эмираты, кстати, тоже идут. И я посмотрела, каково наибольшее количество заболеваний, которые привозят оттуда наши туристы. Наши, я имею в виду, российские, не здоровские, а российские. Значит, вот, к сожалению, несмотря на то, что Турция стоит на первом месте, она же на первом месте по вирусу Коксаки, который привозят оттуда, это такое вирусное заболевание с кожным проявлением, особенно у детей. И по итогам 2019 года уже вирус Коксаки везут и с наших южных черноморских побережьей. Таиланд, вот Таиланд, он опасен у нас в первую очередь различными лихорадками, зика, денге, малярия, холера даже, даже холера. И все страховые случаи, медицинские обращения в Таиланде в основном вот по этим заболеваниям. И Арабские Эмираты, это тоже прежде всего обычные кишечные инфекции, как ни странно, несмотря на то, что очень высокий уровень развития коммунальных всяких и комфортных условий проживания, тем не менее везут обычные гриппоподобные. И, кстати, из Арабских Эмиратов еще везут коронавирус, но я по-простому скажу, его называют в простонародье верблюжий грипп, то есть это простудное заболевание с проявлениями такого, гриппоподобное такое заболевание. Вот это все нужно помнить, а меры профилактики, а не что от банальных кишечных инфекций, что вот от этих сложных, они все одни и те же. Чистые руки, чистая кипяченая вода, чистая еда, отсутствие экзотической, неизвестно кем, неизвестно как приготовленной пищи и защита от укусов комаров, которые как раз передают вот эти все лихорадки. Ну и самое главное, просто здравый смысл, которого чаще всего бывает достаточно. Да, но вот как раз его на отдыхе бывает недостаточно, потому что раз в году уехать с ребенком на прекрасный пляж, это забыть обо всем на свете, покупать все, что хочется ребенку, есть и делать, и купаться везде, где ты хочешь. Вот здравый смысл, первое, что покидает любого туриста, не только российского, на отдыхе. На этом все, спасибо, что были с нами, берегите себя. Сегодня у нас в гостях была главная государственная санитарная врач нашего города Ирина Игнатьева. Ирина Александровна, большое спасибо, что согласились прийти, удачи вам в вашей работе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова